18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента Российской Федерации. Как проголосовать на выборах президента России по месту нахождения, а не по месту регистрации? В этот день избиратели, находящиеся не по месту регистрации, смогут легко проголосовать там, где они находятся, в любом избирательном участке нашей страны. Для этого вам нужно заранее подать заявление, указав, на каком именно избирательном участке вы хотите проголосовать. Помните, заявление можно подать только один раз. Как подать заявление? Выбирайте. С 31 января по 12 марта в любом многофункциональном центре «Мои документы», в любой территориальной избирательной комиссии, через единый портал государственных и муниципальных услуг. А с 25 февраля по 12 марта еще и в любой участковой избирательной комиссии. Есть вопросы? Позвоните. Звонок бесплатный. Голосовать легко. 18 февраля в 11 часов на городском пляже улица Подгорная состоится массовое гуляние на Масленицу. Солнышко красно, гори-гори ясно. В программе театрализованное представление, как весну украли. Праздничный концерт, игры, конкурсы, спортивные состязания, угощение картошкой, блинами, пирогами, чаем. И праздничная торговля. Здравствуйте! Рада приветствовать всех, кто смотрит в эти минуты местное телевидение. Сегодня расскажем вам о том, с какими проблемами пришли жердевцы на прием к депутату областной думы Виктору Дубровину и о мерах районной поддержки для родителей. Проблемы своих избирателей выслушал депутат Тамбовской областной думы Виктор Дубровин. Специально для этого он посетил жердевку вчера. Свои наболевшие проблемы жители обычно с надеждой доверяют приезжающим депутатам и членам аппарата администрации области. Хотя для их решений есть все необходимые ресурсы на месте. К тому же местная власть уже давно знает все нюансы каждой ситуации. Поэтому-то и в этот раз вести прием Виктору Дубровину помогали главы администрации города и района, а также их заместители. И первый вопрос касался замены водопровода. Где-то в 2001 году я купил эту квартиру, и с тех пор мучаюсь. Нарастающая вода все хуже и хуже. Пришлось заменить свой участок воды, там 5 метров подводка. Но вот когда я вскрыл трубу, труба где-то лежит, как по моим прикидкам, с 50-х годов, если не с 40-х, чугунная 60-ка. Проход в ней остался от 60-ти, дай бог, карандаш 8 миллиметров. Воды не хватает всем. Всем не хватает совершенно. Все мучаются, но уже не верят в какие-то сдвиги. Поэтому я взял на себя ответственность. По старой памяти я бывший депутат. Данный вопрос был переадресован главе администрации города Николаю Коширину. Потому что центральный водопровод на улице Интернациональной относится к ведомству городской власти. Для решения проблемы требуется замена трубопровода. Однако врезки к квартирам жильцам придется оплатить из своего кармана. Иначе у них просто не будет дома воды. Жители заранее будут уведомлены в письменной форме о начале замены водопровода. Следующий вопрос касался дороги по улице Солнечной. Мы живем не на улице Солнечной, но мы живем на улице, в которой все подходят к улице Солнечной. То есть нет дороги. Мы просто уже плачем. Мы не просим ни на какую-то, ни на эту. Хотя бы Солнечную засыпать. Нам Солнечной надо. Как оказалось, об этой ситуации уже знают в местной администрации. Более того, решение данной проблемы было запланировано местной властью еще до приема граждан у Дубровина. А чечебиним в этом году, я думаю, что это будет не сейчас, не в марте месяце, а где-нибудь ближе к концу апреля, значит, главу администрации города, знаете, Корширин Николай Юрьевич, он эту тему знает и занимается. Вы прекрасно понимаете, что это чечебень. Асфальт мы не сделаем, я не скрываю этого. И Николай Юрьевич вам не скрываю, что у нас более глобальные есть задачи, у нас по октябрьской дороге нет. Мы не просим асфальт, мы прям только просим, чтобы у нас было не тонули. Ну, у нас это в планах на этот год. Еще одной трудно разрешимой проблемой стала сотовая и интернет-связь в селе Цветовка, где более двух лет назад купили дом приезжие городские жители. Сотовая хорошая связь и был интернет. Вот это мы хотим. Решение этого вопроса взяла на себя районная администрация. Интернет-специалисту было поручено разобраться с проблемой, выехав на место. Вот такие проблемы рассматривались и решались на приеме у депутата Тамбовской областной думы Виктора Дубровина на этот раз. Родители малышей, появившихся на свет в этом году, могут рассчитывать на единовременную денежную выплату от администрации Жердевского района. Ее размер зависит от количества детей в семье. С 1 января 2018 года в целях улучшения демографической ситуации Жердевским районным советом народных депутатов от 29 июня 2017 года принято решение установить за счет средств районного бюджета Жердевского района Тамбовской области в единовременную дополнительную меру социальной поддержки семьям при рождении ребенка, в которых оба или один из родителей зарегистрированы или постоянно проживают на территории Жердевского района Тамбовской области и имеют свидетельство о рождении ребенка, выданное органом местного самоуправления поселений Жердевского района или отделом записи актов гражданского состояния администрации Жердевского района в размере 5 тысяч рублей на первого ребенка, при рождении второго и последующих детей в размере 10 тысяч рублей. По всем вопросам обращаться в администрацию Жердевского района или по телефону 517-83. А теперь о погоде. Завтра ожидается небольшой снег. Температура днем минус 6 градусов, ночью минус 8. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Мам, лед трещит. Трещит? Он с тобой разговаривает. У тебя все получится. Ну у тебя талант был один. Бананами торговые. Взяла я тебя, потому что работать хотела. Через немогу. Ты знаешь кто это? Ты чемпионка. Насколько новая партнерша Леонова соответствует вашим ожиданиям? Это бомба. Буду просить руки и сердца. Серьезно? Ага. Ты встанешь. Ты готов жить с инвалидом? А никто и не обещал, что легко уходит. Ирина Сергеевна, хватит. Надя, надо бороться. Ты всю жизнь была воином. Да замолчите вы уже! Да ты просто за жизнь не борешься. Что мне сделать, чтобы ты от меня отстала? Встать. Я чувствую силу. Громьте, силу! Силу. Я чувствую силу. Саша! Саша. Единственный человек, с которым ты можешь взять кубок... Это я. Так что, если она тебе правда, дорога... Это дело всей твоей жизни. Хочешь быть чемпионкой? Будешь. Я счастливой хочу быть. Отпусти меня. И не держать. На шпагат сядь? Не буду. Ты что, издеваешься, что ли? Я не могу понять. Чего кричить-то? Сами сядьте! Ну что? 18 марта 2018 года. День главного выбора страны. 18 марта. День, который решает судьбу России. День, который определяет наше будущее. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Каждый гражданин страны, достигший 18-летнего возраста, имеет право голосовать на выборах президента России. 18 марта. День, когда важен каждый голос. 18 февраля в 11 часов на городском пляже улица Подгорная состоится массовое гуляние на Масленицу. Солнышко красно, гори, гори ясно. В программе театрализованное представление, как весну украли. Праздничный концерт, игры, конкурсы, спортивные состязания, угощение картошкой, блинами, пирогами, чаем и праздничная торговля.